Без грамотного светового дизайна под землей не обойтись. Он решает много важных задач. Помогает с навигацией, предупреждает об опасности. А главное, позволяет забыть, что мы под землей. Какие типы освещения лучше всего работают в метро? Иногда архитекторы прячут лампы от пассажиров. Тогда освещение кажется немного мистическим. Например, на Кропоткинской свет подчеркивает капители колонн и превращает их в светящиеся кристаллы. А на Маяковской закарнизный свет смещает фокус внимания с потолка на знаменитые окулюсы с мозаиками Дейнеки. Современные станции не отстают от советских. На Сретенском бульваре закарнизное освещение визуально увеличивает высоту приземистого потолка. На Пятницком шоссе вытягивает зал в длину, а на Савеловской предупреждает о приближении к краю платформы за счет контраста света и тени. Второй тип – встроенные светильники. На Электрозаводской в потолке сделаны сферические кессоны, у каждого лампа внутри. Так архитектор Щуко добился эффекта неба над головой, как будто мы видим его сквозь сотни маленьких окон, а заодно восславил электрификацию в СССР. На Сухаревской другой прием – световой фриз из матового стекла визуально отрывает свод от пилонов и облегчает облик станции. А на Достоевской можно увидеть авоиды Льва Попова. Они создают эффект рассеивающейся тьмы и служат символом света, который зарождается под землей. В метро нет солнечного света, но можно создать его иллюзию с помощью световых панелей. Так витражи на Новослободской превращают станцию в наземное сооружение, ведь они воспринимаются как окна. Иногда архитекторы не маскируют, что метро находится под землей, а наоборот это подчеркивают. Например, на Фанвизинской световые панели отражаются в отполированном граните. Транспортному тоннелю вторит световой, создавая гипнотический эффект бесконечности движения. А станцию Новопеределкино бюро United Trigger Architects превратило в хай-тек терем с декоративными световыми панелями. Растительные орнаменты напоминают узоры в древнерусских палатах. Источники света не всегда прячутся от пассажиров. На многих станциях светильники расположены на стенах и потолках. В таком случае они не только освещают пространство, но и декорируют станцию. На Октябрьской кольцевой бра стилизованы под факелы и символизируют победу в войне. На Менделеевской светильники в виде молекул объединены в световую инсталляцию и создают эффект парящего свода. А на Окской светодиодные кольца под синим алюминиевым потолком напоминают круги, которые расходятся по воде. Одни из первых напольных светильников появились на Новокузнецкой. Скамьи с растительным орнаментом, торшеры-фонари, станция похожа на аллею парка. Свет из плафонов направлен наверх, и потолок кажется выше. Станция построена в годы войны, торшеры еще и ассоциация с факелами. Напольные светильники несут символический смысл и на современных станциях. Например, на Алма-Атинской торшеры оформлены в виде параболических дуг и отсылают к образу казахской юрты. Свет – главный декоратор московского метро. Ведь даже самую красивую архитектуру можно загубить плохим световым решением. И наоборот, грамотно размещенные панели и лампы делают помещение более высоким и просторным, помогают ориентироваться в пространстве, а заодно и украшают станцию.